Здравствуйте! Я Евгений Субоцкий. Мой доклад называется «Коммуникативная партиципация как элемент в общении». Под «Коммуникативной партиципацией» я понимаю тип поведения, при котором вербальное сообщение, осознаваемое человеком как ложное, бессознательно отождествляется им с реальностью и руководит его действием. Ассоциация рассуждений и действий является определяющей чертой коммуникативной партиципации. Напротив, определяющей чертой рационального поведения является гармония рассуждений и действий. Человек ведет себя рационально, когда его действия руководствуются критической оценкой, обращенного к нему сообщением, если такая оценка расходится с действиями, которые ему предлагаются в сообщении. Соответственно, психологический механизм рационального поведения заключается в интерпретации вербальных суждений как симуляции реальности, которые не тождественны реальностью и могут быть как правильными, так и ложными. Коммуникативная партиципация отличается от эмоционально обусловленного поведения и от поведения, вызванного гипнотическим трансом. В то время как эмоции искажают как действия людей, так и их критическое рассуждение, коммуникативная партиципация оставляет способность к критическим рассуждениям нетронутой. В состоянии же гипнотического транса критическое рассуждение полностью отключено, тогда как при коммуникативной партиципации критическое рассуждение активно, но не способно контролировать действие. Соответственно, психологическим триггером активации коммуникативной партиципации является конфликт между сознанием и бессознательным, когда находящаяся в бессознательном вера в истинность сообщения заставляет нас делать то, что запрещает разум. С целью проверить наличие коммуникативной партиципации у современных образованных взрослых был проведен эксперимент, в котором наличие коммуникативной партиципации рассматривалось в отношении коммуникации, активирующей скрытую в подсознании веру участников в реальность магического. В первой серии эксперимента участников, выпускников и студентов университетов просили вообразить, что к ним на темной улице подошла ведьма и предложила произнести магическое заклинание, которое изменит их будущую жизнь. В одном случае заклинание должно было сделать жизнь участников хорошей и беспроблемной, желательной стойкой, а в другом сделать их слугами темной сверхъестественной силы, нежелательной стойкой. Участников спрашивали, позволят ли они ведьмы наложить заклинание на их будущую жизнь. Мы ожидали, что поскольку в предтестовом интервью участники утверждали, что воздействие на события обыденной реальности магическим заклинанием невозможно, то нужно предполагать, что если участники не поддаются действию коммуникативной партиципации, то есть отождествлению сообщения с реальностью, они будут обращаться с предложением ведьмы как с фантазией, не имеющей отношения к реальности. В этом случае участники должны были принимать или отвергать оба вида магического заклинания примерно в соотношении 50 на 50, поскольку мотивы могут быть разные. Показать, что ты не веришь в магию, или наоборот, сделать приятное ведьме, если она этого просит, поскольку я все равно не верю в магию и так далее. Однако, если участники испытывают эффект коммуникативной партиципации, то они бессознательно верят в то, что магическое заклинание повлияет на их будущую жизнь. В этом случае около половины участников примут заклинание с желаемым результатом, но большинство отвергнут заклинание с нежелательным результатом. Результаты подтвердили, что в то время как в отношении желательного исхода около половины участников разрешили наложить заклинание, в отношении нежелательного исхода почти все участники его запретили и обосновали свой запрет тем, что заклинание может отрицательно повлиять на их будущую жизнь. Во второй серии эксперимента участники получали ту же инструкцию, но на этот раз сообщение экспериментатора не содержало явной ассоциации с магией. Участникам показали экран компьютера с рядом цифр, состоящим из шести единиц, и попросили представить, что каждая цифра соответствует сложной проблеме в будущей жизни участника. Далее экспериментатор говорил, что если он увеличит или уменьшит количество единиц на экране компьютера, то количество сложных задач и проблем в дальнейшей жизни участников пропорционально увеличится или уменьшится. Несмотря на то, что в предтестовом интервью 95% участников отрицали, что изменение набора цифр на экране компьютера повлияет на их дальнейшую жизнь, они вели себя так, как и в воображаемой ситуации с ведьмой. Около половины участников разрешили манипуляцию с желаемым исходом, но почти все запретили манипуляцию с нежелаемым исходом. На этом графике вы видите с левой стороны колонки, показывающие результаты серии с магическим контекстом, а в правой колонке с немагическим контекстом. Как видим, результаты практически одни и те же. В третьей серии эксперимента личная причастность участников к содержанию сообщений отсутствовала. Участников спрашивали, что бы они порекомендовали сделать сюжетному персонажу, ученому, не верующему в магию, если бы персонаж оказался в воображаемой ситуации с ведьмой. Поскольку теперь жизнь участников не была поставлена на карту, участники оценивали магическое внушение с точки зрения третьего лица. В результате раскол между сознательным неверием и подсознательной верой в магию был устранен. Сознательно задекларированное неверие участников в магию больше не противоречило их скрытому страху, что заклинание может повлиять на их будущую жизнь, так как послание ведьмы было нацелено на жизнь воображаемого персонажа, а не на будущую жизнь участников. Результаты подтвердили ожидания. В серии с отсутствием личной причастности колонки справа на графике участники рекомендовали персонажу принять и хорошее и плохое заклинание примерно с частотой 50 на 50. красный, красная колонка это заклинание с желаемым результатом, а черная с нежелаемым результатом. Как видим, колонки справа, отсутствие личной вовлеченности, они примерно одинаковые, то есть статистически незначимые различия между ними. А вот когда участников затем спросили, что бы они сами сказали ведьмы, если бы оказались на месте персонажа и таким образом вернулись к перспективе личной причастности, то почти все отвергли заклинание с нежелательным результатом колонки слева и оправдывали это своими опасениями, что плохое заклинание действительно может подействовать на их будущую жизнь. Этот эксперимент показал, что когда предлагаемое сообщение не противоречит рациональному суждению, имеет место гармония между сознанием и подсознанием, коммуникативная партиципация людей с верой в магию, которую они таят в своем подсознании, отсутствует, и в своих действиях люди руководствуются рациональным сознанием. Однако, когда людям делаются предложения, которые люди рационально оценивают как ложные, например, что заклинание ведьмы или внушение экспериментатора может воплотиться в жизнь, но которые резонируют с подсознательной верой людей в реальность магического, раскол сознания и подсознание активируют механизм коммуникативной партиципации, который берет под контроль поведение людей и заставляет их действовать вопреки рациональным рассуждениям. Эта работа опубликована в журнале ДВЛ Маталсайкович. Спасибо за внимание.